Здравствуйте, друзья! Слушайте, я какая-то сегодня разнутая вся. Наверное, из-за того, что сверху свет и из окна свет. А где мы? Угадайте с одного раза. У меня на кухне! Ещё раз хочу вместе с вами приготовить домашнюю куриную колбасу. Я уже начинаю себя чувствовать, знаете, таким аббассадором. Домашней колбасы. Просто очень хочется показать, как это просто, как это быстро и абсолютно нетрудозатратно. Чего мне стукнуло в голову опять снимать это видео? Потому что как минимум два раза я уже показывала колбасу. Один раз я показывала, по-моему, ветчину. И когда-то давно я, по-моему, показывала колбасу. Ну, давайте ещё раз сделаем домашнюю колбасу. Так вот, отчего я захотела всё-таки сделать это видео колбасу. Это я давно приготовила, запланировала для себя сделать. А видео вот только сейчас. Я сегодня заходила на прогулки с Бэби в магазин, вот маленький баклажанчик купила. Маленький-маленький, смотрите, какой маленький, крошечный. На ужин придумалось мне на ужин сделать любимую куриную грудку с овощами. Вот, поэтому зашли купить баклажанчик. Ну, а чё, интересно же по магазину пройтись. Вот, и гуляя по магазину. Ну, как гуляя? У меня с собакой очень не погуляешь. Пробегались по магазину, мои глаза всё равно нет-нет, да. Как-то вот так вот, раз-раз-раз в одну корзинку к покупателям, в другую корзинку к покупателю. Знаете, я вот помню, когда я была молодая и худенькая, да, очень худенькая. Очень-очень худенькая, прям миниатюрная. Вот, я тогда взглядом как-то больше, а может быть это из-за молодости, взглядом выделяла красивых стройных девушек. Так как я роста маленького всегда была, вот, то мой взгляд привлекали девушки высокие, такие стройные, нагастые, вот. А теперь, не знаю, что это, это игры психики или какие-то, ну, пришедшие привычки с возрастом или ещё что. Больше я взглядом обращаю внимание на, особенно женщин, потому что мужчины, я не знаю, какая-то особая каста, они никогда, практически никогда, мужчины в таком зрелом возрасте, не страдают от того, что у них избыточный вес. То есть они стремятся подбирать какую-то одежду, чтобы скрыть свои вот эти вот такие вот животики, да, и не стесняясь своих там толстенных ляшек надевают шортики в жару, вот. Ну, то есть я говорю, какая-то вот особая каста, недаром же, помните, там, мужчины с Марсом, вот. И вот теперь у меня взгляд больше как-то выцепляет женщин с избыточным весом. И хочу, не хочу, я всё время смотрю, а что они купили. И как-то, опять же, подкорка моя возмущается, что, боже мой, там белый хлеб, там макароны, там колбаса. Ну, сами понимаете, не самого лучшего качества, потому что в сетевых магазинах, ну, наверное, наверное, ну, сетевые такие, социальные сетевые магазины, вот. Там вряд ли вы найдёте, как это называется, высокого качества, ну, вот пишут на продукции категории А, Б, С и так далее, и так далее. То есть самой высшей категории в этих вот сетевых магазинах, ну, скорее всего, его не найдёте, ну, потому что туда стараются завозить категорию товаров, но всё-таки по относительно приемлемым ценам. Вряд ли кто-то будет покупать в таких магазинах колбасу, там, по 3 тысячи, по 5 тысячи, да. Вот. И, то есть у меня вот такое вот подспудное. Зачем? Зачем она это всё покупает? Зачем? Так вот, из-за этого у меня и появилось желание снять видео про домашнюю колбасу. Ничего лишнего. Никаких там регуляторов чего. Ну, в общем, никаких А, Б, С, Д, Е, Ж, Г. Вот. Это чистейшее мясо. Минимум специй у меня. Вы можете добавлять специи по своему вкусу. Хватит, я заболталась, пойдёмте делать колбасу. Вы уж простите, что я так долго болтала, ну, надо было мне высказаться, понимаете? Ну, требовал мой организм, чтобы я высказалась насчёт покупной колбасы. Скорее всего, не самого лучшего качества, я имею в виду. Не по присутствующему там мясу, а по присутствующим там вспомогательным всяким веществам, которые способствуют хранению этой колбасы и по месяцу, и по два, и по три, да? Вот. Вот. Я сегодня хочу сделать не очень большую колбаску, хотя у меня опять много фарша получилось. Здесь полкило филе бедра, без кожи, естественно, и полкило... Ой, простите. И полкило филе грудки куриной. Забыла, как называется, ну, надо же. Что у меня будет из вспомогательных средств? Мускатный орех. Я считаю, что он очень хорошо способствует усилению вот той самой колбасности, да? С мускатным орехом будьте аккуратны. Если с ним переборщить, то продукция будет горчить. Но если добавить как бы недостаточно, то вы и не почувствуете, что вы добавили мускатный орех. Я вот так вот, видите, посыпала сверху. Не знаю, как назвать. Наверное, большая щепотка, потому что я делаю на глазок. Смотрите, я никогда не добавляю паприку. Просто мне надоел этот пакетик. Я его просто хочу извести. Никакого вкуса, аромата и так далее. Вот, по крайней мере, вот такой вот паприка копченая я не чувствую от нее. Ну, может быть, слегка улучшится цвет. Все-таки куриный фарш, он при тепловой обработке становится достаточно белесым, да? И помните, я в один из моментов, в одном видео показывала, что я все-таки купила нитритную соль попробовать. Действительно ли она так хороша, как пишут люди, занимающиеся колбасными изделиями, ну, практически на производстве, в производственных масштабах. Ну, знаете, вот эти вот частные, да, предприятия, которые привозят на рынки. Я думаю, что и в магазины поставляют. У меня здесь фарша получилось 970 граммов. Написано в рекомендациях, что на килограмм вот такая вот мерная ложечка. Так и добавим. Так вот, значит, вот эти производители, они рекомендуют. Во-первых, они утверждают, что усиливается вот этот вот колбасный вкус от этой соли. И вроде бы как она лучше хранится. Я честно не знаю. Я до приобретения этой нитритной соли готовила с обычной солью, что так она хранится у меня хорошо, что так хранится. Так особо и не хранится. Я когда делаю колбасу, я ее стараюсь потом использовать. Еще раз объясняю. Делаю для себя. Поэтому никаких перчаток у меня на руках нет. И даже, наверное, если бы я делала, ну, не для чужих людей, да, а для своей семьи, я все равно бы, скорее всего, перчатки бы не использовала. Потому что колбаса будет потом проходить термическую обработку. Хорошо перемешиваем специи. Этого достаточно. И вот такая вот хитрость. У меня в стакане холодная вода. Очень холодная вода. Лед я не применяю, ну, потому что он не растворяется, и потом пузыри не целиком растворяются, остаются льдинки, и потом пузыри в колбасе образуются. Добавляем потихоньку. То есть я не измеряю. И вымешиваем вместе с водой и специями фарш до такого состояния, чтобы в нем образовались такие коллагеновые, как нити, что ли. Ну, то есть фарш обрел вот такую тягучую консистенцию. Сколько воды вместится, не знаю. Вы тоже делайте на глазок. Главное, чтобы фарш не превратился в, ну, я не знаю, в жидкость, да. Вот он с водой, он просто впитывает в себя воду и становится вот таким не жидким, а более эластичным. Поэтому по чуть-чуть добавляете водички и мешаете, мешаете, мешаете. Не рекомендую мешать ложкой, не рекомендую мешать какой-нибудь лопаткой. Рекомендую мешать конкретно рукой. Хотите в перчатках. Потому что только так вы почувствуете, что фарша образовалась достаточно коллагена. Он стал достаточно липким и однородным. Ну, все, я буду мешать, а то я могу болтать еще целый час. И так, месили, месили, ой, и вымесили, ничего себе. Вот такой вот фарш. Не хочу сейчас еще раз лезть в эту самую массу, эту фаршевую. Ваша консистенция должна быть такой, что когда вот вы вот так рукой поднимаете фарш, то от него такие тянутся ниточки. Если честно, у меня немного времени заняло вымешивание. Главное, не забудьте, что вода должна быть практически ледяная. То есть, ну, еще чуть-чуть, и она превратится в лед. Тогда у вас вот это вот вымешивание до коллагеновых ниточек пройдет очень-очень-очень быстро. Вот видите, вот он, видите, да, он такой тягучий. Он как бы вот не котлетный, как делаем мы котлетки. И все-таки на котлетке он такой менее эластичный. Господи, опять у меня большая колбасина появилась. Да, не было, не было, и откуда-то появилась. Ой. Он очень липкий после вот такого вымешивания. То есть, руки практически невозможно от него освободить. Так, чуть-чуть формируем. Можно две небольшие колбаски сделать. Можно одну большую. Я лучше одну большую, не хочется мне заморачиваться. Примерно сформировали. А, это, ой, простите, простите, простите. Вот, примерно сформировали. Не смотрела в этот самый монитор, что я снимаю. Это у меня рукав для запекания. Я просто разрезала по одному шву и сделала вот такой вот большой лист. Пытаемся свернуть как можно более плотно. У меня тут жидкое стекло, поэтому совершенно не скользит этот рукав. А так вот хорошо подкручиваем. Теперь стягиваем одну сторону. Стараемся очень-очень плотно стянуть. Я сейчас вот этими завязками, а потом ниточкой, хбшечкой. Так, пойду за ниточкой. Кстати, кто хочет вообще заморочиться вот с домашней колбасой, то на Валберес очень недорого. Есть специальные рукава любой толщины для того, чтобы туда фарш набивать. Специальная бечевка и та же самая нитритная соль. Все очень недорого. У меня, кстати, в корзинке давным-давно лежит, но я просто подумала, а нафиг мне это надо. И когда я перевязываю колбасу, я говорю свою коронную фразу. Или я не вязальщица. Это натуральная ниточка, ничем не окрашенная. Сопроцентный хлопок, поэтому я ею пользуюсь. А вместо рукава использую рукав для запекания. Дальше мы вот так вот ставим на ту сторону, где мы уже перевязали. И вот так легким постукиванием пытаемся добиться того, чтобы все пузырьки, ну не все, а большая часть пузырьков все-таки ушла из нашего фарша. Вот тут вот вижу, у меня есть такой загиб. Я попытаюсь рукой. его, вот еще один, да, что-то не проседает. Ну ладно, ничего страшного. Закручиваем плотно-приплотно и образуем вот такую вот колбаску. Хотите, можно перевязать вот этими вот затяжками, но если есть желание. У меня нитка длинная, может быть я и перевяжу, а может быть и не буду. Так, плотно-плотно закручиваем, чтобы не вытекал бульон. Все-таки вот необходима вот эта вот плотность упаковки для того, чтобы специалисты называют отек. Вот такая желеобразная масса, которая образуется в пустотах. Чем плотнее вы затянете, тем меньше будет этих отеков. Ну че, сделаем сеточку. Давайте, хоть на парочку раз, да? Ну вот, сеточку сделали, завязываем. Можно частую сеточку сделать, практически как на московской колбасе. Завязываем. А, нет, нет, на вязанка, вязанка сейчас есть. Ее даже так назвали из-за того, что она перетянута, перетянута этими веревочками. Ну, в принципе, это никакого значения не имеет. Излишки срезаем. Это тоже неважный процесс. Можете не срезать. Духовка. Положение решетки вверх-вниз. Температура нагрева 120 градусов. Ну, если плохо совсем у вас работает, 130, лучше 120. И не менее часа. Можно и чуть побольше. Колбасу оставляем в духовке. Ну, не до полного остывания, а до остывания. Как говорится, до комнатной температуры. Поехали. Я поставлю вот в такой вот форме. Кстати, недавно узнала, что это называется, я не знаю, в народе или как, или действительно так называется, цыганская сковорода. У меня она, я не знаю, с каких времен, у нее на дне написано цена 93 или 97 копеек. Я даже уже не помню, это дорого или недорого. Все, 120. Ой, а градус-то я и не выставила. Включила и все. 100, ой, 150. 120. Все, 120 градусов. Вверх-вниз. Среднее положение решетки. На час забываем. Всем доброе утро. Я снимаю окончание уже на следующий день. Вот такая у нас колбаска уже полежала в холодильнике. Так, елки-палки, я же ее не взвесила, сколько она весит после приготовления. 989. Ну, я думаю, что еще граммов 10 надо на целлофан, нитки, завязки. В общем, 970 было. Ну, вы же помните, я водичку добавляла. А в принципе, она не теряет свой. Вес. Ой, что-то я никак не соображу, что мне надо делать. Так, ниточки обрезали. Целлофан я оставляю, хранить буду в контейнере. У меня хранится колбаса очень хорошо. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня хорошо работает, очень хорошо работает холодильник. И в отделе No Frost там, собственно говоря, все прекрасно хранится. Посмотрите, вот такая она на срез. Ой, запах какой очаровательный. Ну, конечно, я сразу хочу сказать, что куриная колбаса, она и есть. Куриная колбаса, все-таки запах вы курицы будете ощущать. Но не такой, как курица жареная, курица вареная, запеченная. Все равно превалирует такой колбасный запах. Вот так она прекрасно режется. Любой толщиной, как вы, собственно говоря, хотите. Как видите, я не, ну, как бы не стараюсь. Режу и режу, как я бы резала колбасу. Вот такая вот колбаска. Как я уже говорила, что она по цвету все-таки светленькая. Как от того, что я добавляла, вот высыпала остатки этой копченой паприки. Она не особо свою роль сыграла. Ну, куриная есть. Куриное, вы же знаете, куриное мясо, оно светлое. Калорийность. Сейчас я про калорийность расскажу. Диетичность будет намного больше, если вы сделаете чисто на филе грудки. Но поверьте мне, это того не стоит. Она будет достаточно сухая. Я пробовала эти эксперименты. В результате я сделала для себя вывод, что самое удачное соотношение вот этих красного-белого мяса, это или если я разбираю целиком курицу в одном из видео по приготовлению колбасы, я делала из целиковой курицы. И, по-моему, даже курицу, как говорится, на глазах у всего народа разделывала на кости и мясо. Кости я... Ну, все вот эти вот там ненужные части, да, кости. Нет, шкуру я выбрасываю, шкуру я никогда не использую. Ну, кости какие-то, обрезочки такие некрасивые. Я потом вывариваю несколько часов с добавлениями различных специй. Разливаю по формочкам, замораживаю в холодильнике и храню такими вот брикетиками готового куриного бульона. Это очень удобно, особенно если вы не любите супы на мясе, ну, чтобы мясо было в супах, то вот такой вот куриный бульон меня очень выручает. Я на нем достаточно часто готовлю супы. Ну, теперь все. В общем, я все показала. Складываю и теперь прокалорийность. Кстати, вот я резала как попало. Сейчас хочу взвесить, сколько же у меня. Обычно я ем два кусочка. Два кусочка вам не видно, да? Ну, вам придется верить мне на слово. И так не видно. А вот так? Так видно? 46 граммов. Три кусочка. 75 граммов. Я не знаю, видно или нет. Обычно я ем два кусочка колбасы. Ну, утром или в обед к супу, как белковая добавка. Вот. Про калорийность все понятно. Ну, то есть я для себя, лично для себя, в среднем вывела, что два кусочка у меня 60 граммов. Вот так вот я считаю. Потому что именно, как это сказать, миллиметровая вот эта вот громовка для меня не важна. Мне важен, как усредненный результат калорийности, которую я потребляю за день. В основном жирность и углеводы меня интересуют. Я знаю, что по белкам у меня всегда все нормально. И немножко про калорийность. Не удивляйтесь, съемки на следующее утро. Я жутко не выспавшись. Я уже оделась для прогулки с Бэби. Вот сейчас разрезала колбасу. Вам показала. Сейчас быстренько про калорийность. И мы убегаем гулять. Убегаем. Уползаю. Я бы сейчас упала и не уснула. Значит, на 100 граммов такой колбаски, помните, 500 граммов куриной грудки, 500 граммов филе бедра курицы. С филе бедра я срезаю абсолютно все провокационные кусочки. Там есть такой ярко выраженные жировые прослойки. Вот я их, собственно говоря, убираю. Когда я взвесила, было килограмм, а потом после вырезания всех этих провокационных кусочков жировой прослойки, у меня было 270. Ну, голого сырья на выходе. И у меня получилось, что вот такой состав, вы помните, я не добавляю ничего абсолютно. Только соль и только мускатный орех, вспомнила. В этот раз я высыпала паприку. Просто мне надоел этот пакетик, валяется. Я ее практически никогда не добавляю. Надеялась, что будет поярче цвет мяса у колбасы. Но я бы не сказала, что это случилось. Значит, на 100 граммов 121 килокалория. Опять же, без всяких добавок, без усилителей вкуса, без стабилизаторов. Это просто чистейший продукт. Белки 22 грамма на 100 граммов колбасы. Жиры 3 грамма. Это жиры естественного происхождения, относящиеся к жирности мяса. Нулевой жирности мяса не существует вообще. Хоть грудка, хоть бедро, хоть говядина, хоть крольчатина. И углеводы 0,2 грамма. Это тоже естественное содержание углеводов в мясе. Вот такой вот продукт. Я топлю за то, что вы готовили колбаску дома. Вы видели, какая она симпатичная получается. И чем не хуже, чем по виду, чем по кухнале. Она хорошо уплотненная. Она очень сочненькая получается за счет того, что мы добавляли воду. Кстати, я на глазок померила в мерном стакане. В этот раз у меня примерно 60 миллилитров ледяной. Прямо ледяной, что руки стынут. Ледяной воды получилось. Это для того, чтобы фарш обрел без добавления желатинов, всяких вот этих вот загустителей. Он был вот таким уплотненным, но в то же время сочным. И не разваливался на кусочки. Он естественный коллаген за счет воды выделяет или приобретает, как правильно сказать. Ну что же, еще раз говорю. Ну готовьте колбасу. Мы и так питаемся продуктами. Ну как вам сказать. Мы же давно понимаем, что для того, чтобы было такое изобилие, допустим, того же куриного мяса, надо, чтобы курица росла быстро-быстро. А это значит, что? Да, правильно. В корм курицам добавляют всякие различные добавки для их здоровья. И чтобы не было того же самого сальмонеллеза. Он, по-моему, только в яйцах содержится. Не важно. Вы меня поняли, о чем я говорю. И поэтому еще и кушать колбасу, в которую, ну кто его знает, чего добавляют для того, чтобы она долго хранилась, вкусно выглядела и, собственно говоря, хорошо пахала. Вот. Все, друзья, пока-пока. Я вместо того, чтобы идти спать и догулять с бэби. Спасибо.